Ииии всем привет друзья, с вами Леймстоун и сегодня мы с вами обозреваем мод на Майнкрафт на версию 1.18.1 под названием Towns of Enchance. Из данной модификации к нам в игру добавится огромное множество различных зачарований для наших предметов. Итак, давайте приступать к обзору. И начнём мы пожалуй обзор данного мода с зачарования под названием Enhanced Protection и как понятно из названия это улучшенная версия защиты. И в данном обзоре я вам буду показывать максимальные уровни наших зачарований. Если надеть на алмазный нагрудник с максимальным уровнем зачарования и прыгнуть с этого дерева, то я снесу себе всего 3 сердца. Но если же заменить защиту на Enhanced Protection, то как вы можете видеть при падении я потеряю всего лишь 2.5 сердца. То есть Enhanced Protection действительно лучше обычной защиты. Также у нас есть ещё 2 варианта улучшенных зачарований. Это у нас Enhanced Unbreaking и Enhanced Thorns, которые соответственно являются улучшенной версией неразрушаемости или прочности и улучшенной версией шипов. Также у нас есть Fiery Thorns, которые позволяют нам поджигать наших соперников, если они будут нас атаковать. Как например сейчас меня атакует этот волк и в какой-то момент он просто начинает загораться. Также у нас есть интересный эффект Praise the Sun, который позволит нашей броне чиниться самостоятельно, если мы будем находиться под солнцем. Таким образом этот эффект вдохновлен игрой Dark of Souls. Далее мы с вами посмотрим на проклятие под названием Decay. Из-за него ваша броня будет сама по себе ломаться, когда вы её носите. А далее у нас идут зачарования для лука и для кирки. И первое у нас идёт XP++ Mining Master, который позволяет нам получать больше опыта, когда мы добываем что-то киркой. И также XP++ Bow Master, который позволяет нам получать больше опыта с врагов, которых мы убиваем нашим луком. Далее мы посмотрим на Enhanced Efficiency, который является аналогом эффективности. Но здесь максимальный уровень эффективности это четвёртый в отличии от оригинального пятого. И если мы посмотрим с какой скоростью у нас добывает алмазная кирка с пятой эффективностью, то где-то за 4 секунды она у нас может добыть обсидиан на версии 1.18.1. Но если мы посмотрим на то, как работает Enhanced Efficiency четвёртого уровня, то мы успеем добыть обсидиан всего лишь где-то за 3 или даже 2 секунды. Ну а далее у нас идёт зачарование под названием TNT Miner. И оно работает достаточно странно, потому что оно работает как динамит. Единственный плюс, что вы не получаете урон, но проблема в том, что такая кирка будет не очень эффективна в добыче ресурсов, потому что, скорее всего, некоторая часть ваших ресурсов может взорваться, если вы будете вот так добывать свои ресурсы. Как видите, сейчас мне не выпало ни одного нового алмаза. Но зато для того, чтобы копаться где-то в пещерах, это может быть вполне приемлемо. Ну а теперь мы с вами посмотрим на лук с зачарованием Lifesteal, который позволяет нам красть у наших противников жизни, когда мы в них попадаем. Давайте я выстрелю собаку из лука, и как вы можете видеть, количество моих ХП увеличивается. То есть я хилюсь за счёт того, что попадаю в волков. И это несмотря на то, что у меня нету сытости, ребят. То есть у меня её немножко не хватает для того, чтобы регенерировать самостоятельно. Но, к счастью, здесь есть волки, и я могу похилиться за их счёт. Ну а далее, ребята, взрывной лук, да, Exploding Arrows. И смотрите, что будет, следите за овечкой, раз, два, три. Да, как только вы попадаете в кого-нибудь из этого лука, то этот кто-то взрывается, и взрывается достаточно мощно. К счастью, взрыва не происходит, ну а может быть даже, к сожалению, когда вы просто попадаете в землю. Зато стоит попасть хоть в какого-нибудь моба, и разрушения, ребята, будут колоссальные. Будьте с этим осторожны. И далее, ребят, мы с вами будем смотреть на зачарование для шлемов. И первое зачарование, это у нас Final Stand. Давайте мы ударим какую-нибудь волка и дождёмся, пока они опустят нам здоровье ниже двух сердечек. И как вы можете видеть, на меня наложились эффекты, а именно, сила второго уровня и скорость. И именно вот этот вот Final Stand на моём шлеме позволяет нам получить вот такие вот эффекты, и быстренько слинять с поля боя, если нам это нужно, или может быть даже всех раскидать, если, конечно, мы не потеряем ещё два сердца. И в тот момент, когда вы начнёте регенерировать, и жизни ваши поднимутся выше двух, то, конечно же, эти эффекты с вас спадут. Но стоит вам опять получить урон, и ваше здоровье опустится немножко пониже, как вы снова получите обратно эти замечательные эффекты. Вот и они. И теперь, ребят, давайте посмотрим на зачарование для нашего шлема с названием Saver. И для того, чтобы посмотреть, как оно работает, мне нужно подняться повыше и погибнуть. Вот таким вот образом. Как вы можете видеть, я появился вот на этом дереве, а внизу, там, где я погиб, осталась стойка для брони. Да, ребят, именно благодаря этому зачарованию, как только я умру с ним, то вся моя броня останется на специальной стойке на месте моей смерти. И таким образом ни за что не пропадёт. И следующее зачарование, на которое мы с вами посмотрим, это у нас Water Breathing, ребят. И, как вы можете видеть, да, я дышу под водой прямо благодаря с этим зачарованием. Это достаточно круто. Всем бы такое зачарование на шлем, ребят, потому что порой действительно приходится дышать под водой, и очень полезно, когда есть такой шлем. Ну и последнее зачарование для шлема, это у нас Night Vision. Да, ребят, как вы можете видеть, стоит мне надеть этот шлем, и у меня сразу появляется ночное зрение. Пропадает оно, кстати говоря, не сразу, потому что у нас достаточно длинный эффект. Но, так или иначе, работает это в целом достаточно неплохо, хотя, конечно, время, пока оно действует без шлема, можно было бы сократить, но, в целом, и так неплохо. И далее, ребята, мы с вами будем смотреть на зачарование для наших честплейтов. И первое, это у нас Jagger Knock, кстати говоря, пятого уровня. И, как вы можете видеть, когда я его надел, у меня появились дополнительные пять сердец. По одному сердечку за каждый уровень нашего Jagger Knock. И, как вы можете видеть, да, стоит добавить себе регенерацию, и они начнут потихоньку восстанавливаться, конечно, иногда бывают графические баги, так что, порой, стоит немножко поснимать и понадевать эту броню, но, в целом, там действительно есть эти пять сердечек, и, в конечном итоге, все у вас будет с ними хорошо, и все будет работать. Да, как вы можете видеть, так и есть. И далее, ребята, у нас идет зачарование под названием Vitality. И, как вы можете видеть, сейчас у меня не полное ХП, то есть, у меня не хватает сердечек, а вот сейчас хватает. И это несмотря на то, что у меня не хватает сытости. Как же это так получается? А все достаточно просто. Дело в том, что зачарование Vitality позволяет нам восстанавливать наши сердца. Если мне не изменяет память, то где-то каждые 11 секунд нам даются дополнительные сердца. Но, возможно, со вторым уровнем это происходит немножко побыстрее. И, да, как вы можете видеть, действительно по два сердечка нам дается, и, по сути, этот Чисплейт дает нам регенерацию. Ну, а далее, ребят, наконец-то зачарование для наших поножей. И первое зачарование это у нас Enhanced Locomotion, благодаря которому мы с вами будем быстрее бегать. Очень здорово, очень приятно, но мы также можем получить на столе зачарование и проклятие, которое будет полностью противоположным. Это у нас Slowness, из-за которого мы будем бегать гораздо-гораздо медленнее. Ну и далее, ребят, зачарование для наших ботинок. И первое это у нас проклятие с названием Concrete. И, как вы можете видеть, оно будет ускорять наше падение на землю. То есть, казалось бы, я сейчас могу упасть где-то с высоты всего лишь в три блока. Но если я это сделаю, то это зачарование меня ускорит, и я могу получить куда больше урон. Вот таким вот образом, да, как вы видите, я пытаюсь прыгнуть, но все время меня очень-очень быстро возвращает вниз. Вот таким вот образом. Ну и далее, ребят, у нас идет зачарование Ground Pound. И смотрите, что она делает. Если мы с вами куда-нибудь прыгнем и зажмем Shift, вот так вот, да, под нами произойдет небольшой взрыв. Это достаточно здорово, весьма прикольно. То есть, если мы хотим кого-нибудь раскидать в том месте, куда мы падаем, то мы вполне можем себе это позволить. Достаточно хорошо прыгнуть и успеть нажать Shift. И тогда все будет очень здорово. Ну и далее, ребят, у нас идет Horse Shaw. И смотрите, как это работает. Да, да, вы уже заметили, что мне не приходится прыгать для того, чтобы взбираться на один блок. Это у нас, ребят, происходит полностью автоматически. То есть, можно сказать, что я хожу так же, как ходит лошадь. То есть, когда мы на нее садимся, она просто переступает через один блок. И теперь мы можем делать абсолютно так же. Ну и последнее зачарование на ботинке, это у нас спрынги. И, как вы можете видеть, мы получаем за четвертый уровень этого зачарования сразу четвертую прыгучесть. И теперь мы можем с вами очень высоко и очень здорово прыгать. И далее, ребят, мы с вами будем смотреть на зачарование для нашего оружия. И первое, это у нас Blast. Если вы нанесете его на меч, то, как вы можете видеть, он вам будет восстанавливать здоровье. Причем очень-очень быстро. То есть, казалось бы, с такой сытостью, которая вроде бы полная, я не могу настолько быстро восстанавливать все здоровье, ребят. Просто посмотрите на эту красоту. Казалось бы, я нанес себе очень много урона, но у меня практически мгновенно восстанавливается здоровье. Это очень здорово. Ну и далее, ребят, у нас идет Enhanced Sharpness. И, как вы можете видеть, да, действительно, сейчас у нас всего 8 единиц урона. Но мы можем сделать за первый Enhanced Sharpness сразу 10. За второй 11,5 и так далее и тому подобное. Вот так вот мы можем сделать 13. За четвертый уровень 14,5. И за пятый у нас получится сразу 16 единиц урона, исходя из того, что изначально у Назаритого меча было всего лишь 8 единиц. Очень круто. Ну и на этот же меч я добавлю Enhanced Fire Aspect. И мы с вами кого-нибудь заспавним для того, чтобы с ним подраться. Посмотрим, насколько быстро у нас отъедет наш волк. И он отъехал моментально, потому что это просто слишком мощный меч. Но у лошадки куда больше жизни, поэтому мы ее ударяем и она погибает практически мгновенно. Ребята, наш Fire Aspect это просто что-то очень жуткое. Он сжигает наших лошадей очень-очень быстро. Но вот это немножко поживее, но все равно достаточно быстро. Ну и далее у нас идет XP++ Sword Master, который нам позволяет получать большее количество экспириенса, когда мы кого-нибудь убиваем. Ну а мы с вами сразу будем смотреть на зачарование под названием Визор. И как вы уже могли догадаться, с этим зачарованием мы с вами будем накладывать эффект иссушения на наших противников. То есть если мы ударим волка, то он постепенно будет иссушаться и конечно же погибнет. Ну и далее, ребят, у нас идет противоположность Остроте. Просто посмотрите на это, это у нас Dual Age. И у нас получается, что раньше у нас было 8 единиц урона на мече, а теперь 5,5. Да, ребят, то есть это у нас страшное проклятие, из-за которого ваш меч может стать гораздо-гораздо слабее. Ну а далее, ребят, у нас идет Enhanced Handling. И с его помощью вы сможете быстрее размахивать вашим мечом. Давайте просто на это посмотрим. Я выйду из креатива и буду размахивать Назаритовым мечом. Итак, раз, два, то есть вот так вот примерно у меня копится мой меч внизу под моим прицелом. А если я буду делать вот этим мечом? Да, ребят, действительно, это происходит едва ли не в 2 раза быстрее. Очень круто, очень здорово, мне действительно нравится. Ну а далее, ребят, у нас идет зачарование с названием Fisting из 300 bucks. Ну ладно, на самом деле это зачарование нам позволяет просто при ударе нашего противника получать немножко сытости обратно. То есть если я сейчас ударил волка и сделаю это еще раз, то, как вы можете видеть, действительно, да, у меня просто берет и за счет убийства волков восстанавливается сытость. И далее, ребят, мы с вами смотрим на зачарование под названием Lightning. И вы, наверное, уже могли догадаться, что да, как только мы ударим кого-то из наших противников, то его ударит молнией. И также не только его, но и того, кто может оказаться рядом, поэтому вам стоит быть достаточно аккуратным с применением этого меча. В конце концов, молнией это штука опасная, ребят, так что вам нужно обязательно быть очень осторожным. И следующее зачарование у нас называется Wabbing, и с его помощью мы сможем, да, сделать так, чтобы наш противник просто взял и застрял в паутине. Очень удобно, очень здорово и бывает очень полезно, если вам нужно убежать от какой-нибудь толпы. Если за вами кто-то гонится, вы можете просто взять и замуровать их в паутине, как я, например, могу замуровать этого волка. Вот таким вот образом. И все, теперь он здесь будет долго висеть. Ну и последнее на сегодня зачарование, ребят, это у нас InstaKillage 8 уровня. И дело в том, что у нас есть с помощью этого зачарования маленький-маленький шанс, что мы с одного удара убьем нашего противника. К сожалению, я не уверен, что успею вам это показать, но у меня получилось. Да, ребят, я убил одного голема, по сути, через некоторое время с одного удара. То есть шанс вполне себе имеет место, то есть это не то, что он полностью нулевой. То есть немножко побили голема и потом убили его сразу. И так бьем, 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 пока не срабатывает, не срабатывает, но если я побью еще немножко, и нет, видимо, все, видимо, да, возможно, прямо сейчас сработало, хотя я просто очень долго бил голема. Но так или иначе, зачарование очень крутое, то есть, как вы можете видеть, иногда оно действительно хорошо срабатывает, и это очень круто. И перед тем, как вы выключите это видео, ребят, я бы хотел вас попросить, правда, поставьте лайк и подпишитесь на канал, потому что это очень меня мотивирует дальше снимать ролики и делать их как можно качественнее для вас, а также выпускать их почаще. Ну а на этом уже точно все, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, зовите друзья, оставляйте комментарии, а также не забудьте подписаться на канал и нажать на колокольчик. А с вами был Лаймстоун, всем удачи и всем пока!